И всем привет, ребят! С вами Старбайк и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня вместе с вами мы обсудим и рассмотрим новый обновленный кризис. Выскажу свою точку зрения по поводу него. Ну и скажу, что же теперь можно с ним сделать после того, как у нас произошло такое вот интересное обновление с его полностью, тотальным нерфом. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в его розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкойнов. Для этого у нас только кривоаккаунтики стоят им личный такток тимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте формы, которые есть в описании. Что же касаемо кризиса, то я на нем, если честно, сыграл ровным счетом, ну так, наверное, минуту, может быть, две. Поэтому возьмем его прямо сейчас, отправимся в матчмейкинговую катку. Ну и я вам сразу же могу сказать, что этот дрон на сегодняшний момент времени полностью убит и не имеет абсолютно никакого смысла в использовании в нашей игре на сегодняшний момент времени. Если мы откроем википедию нашей игры, если мы откроем дроны и посмотрим на то, что теперь кризис по своим параметрам дает то же самое абсолютно, что дает, например, любой другой дрон по типу. По типу бустера, по типу ловкача, по типу защитника, да, то есть теперь у нас защита бонусная 90%, бонусный урон 25%, бонусное ускорение 50%. Если мы его сравниваем с, например, гиперионом, ой, гиперионом говорю, ловкачом, берем ловкача, бонусное ускорение у него такое же, 50%. Берем бустера, у него будет такой же самый процент 25% к повышенному урончику дополнительного. Берем защитника, у него будет такой же самый процент защиты, как у кризиса. То есть теперь, по сути, у тебя нет абсолютно никакого преимущества с кризисом, только вот лишь то, что у тебя один припас, и якобы он дает больший тебе буст и больший плюс, да. И все. На этом абсолютно все. То есть на сегодняшний момент времени, если ты хочешь больше урона, ты берешь бустер. Если ты хочешь больше брони, берешь защитник. Хочешь быстрой скорости, берешь ловкач. Да, потому что смысл использовать один припас, если можно использовать три припаса. Какой смысл? Смысла в этом нет никакого абсолютно. С чем связан этот нерв? Нерв связан с тем, что более 50% игроков на сегодняшний момент времени играло с этим кризисом в матчмейкинге, да. И кризис официально был, ну, наверное, лучшим дроном в игре до вот этого дня. До дня нерфа. На сегодняшний же момент времени в кризисе нет абсолютно никакого смысла. Абсолютно никакого. Его нет смысла юзать, нет смысла тратить повышенное количество припасов, если ты за это все дело будешь получать такой же буст, как любой из вышеперечисленных дронов. То есть ДД это бустер, броня это защитник, нитра это ловкач. Также с этим обновлением намного жестче будет себя показывать и смотреться гиперион, да. После такого обновления. То есть гиперион и так был хорош, а тут теперь произошел полный нерв кризиса, да. Теперь гиперион будет смотреться еще жестче, еще интереснее. В отдельном видеоролике насчет гипериона я его рассмотрю, покажу как что работает и возможно даже запишу отдельный видеоролик с моим мнением и топом дронов на сегодняшний момент времени. Да, то есть какой дрон на сегодняшний момент времени является лучшим, какой второй по степени нагиба, какой третий по степени нагиба. То есть сделаем полный обзор в этом плане и ну выезжай, выезжай дружочек. Выезжай друг, не хочет он выезжать. Хочет подсейвиться еще, хочется здесь еще ему подсейвиться. И выскажу все, что я думаю по этому поводу. Но то, что кризис после этой обновы полная мусорка, его можно выкидывать, это стопроцентный факт. Вы просто можете вот такого оп, трехочковика в мусорку закидывать и все. И забывать про этот дрон до тех пор, пока его не апнут. Это с точки зрения байта, скама, маркетингового хода от Ореха сработало на все 100%. Потому что он просто посмотрел статистику того, какой процент игроков на сегодняшний момент времени играет на кризисе. Понял, что большинство играет на нем. Ну и понятное дело, для того, чтобы игроки начали покупать, прокачивать что-то новое, менять мету, произошло это обновление. Кризис полностью убился. Ну и теперь появилась необходимость в прокачке, покупке, смене режимов, тактике, боя. Из-за того, что всего лишь, всего лишь один дрон перестал работать в своем балансе. Да, потому что темперство с кризисом работало очень жестко. Да, то есть это вот работало до такой степени, что большое количество игроков просто стояло у себя на респах и накидывало безумнейшее большое количество урона именно под кризисом, который давал возможность наносить этот безумный урон. Да, сейчас же, ну по сути в этом нет никакого смысла, потому что у тебя ДД-шка слабая. Нагибать ты как прежде не сможешь. Да. Ну и тебе надо уже что-то новое придумывать. Да, тебе надо придумывать новую реализацию. Просто стоялого теперь будет с точки зрения прибыли в два раза хуже. Да, ну и тебя контрить становится тоже проще. Ты наносишь меньше урона, соответственно тебя быстрее можно слить, быстрее можно тебя обтушить и дальше уже закатать. Поэтому кризис вы можете смело выкидывать, переходить на гипериона, на ловкача. Что касаемо бустера, защитника, то для меня это все равно на сегодняшний момент времени те дроны, которые я не ставлю в приоритет точно. Да, потому что я считаю, что то, что они дают, это мало. Да, да, и именно вот сравнивая, например, с кризисом, да, который был до этого, то есть явно тот процент, который давал бустер и защитник, этого мало. Хотя есть игроки, которые играют и на бустере, и на защитнике. То есть бустер можно использовать только в том случае, если ты стоишь где-то в одной позиционке и хочешь получить, тебе не надо там аптека условно, тебе не надо никакая другая расходка, тебе надо вот именно ДД. Тогда ты можешь взять бустера, да, у тебя будет дополнительная броня с кулдауном, конечно, и ты будешь накидывать. Если тебе же надо еще аптечка сверху, то лучше, чем гиперион, сейчас дрона в этом плане нет от слова совсем, да. Если тебе надо скорость дополнительная, ты хочешь возить флаги, хочешь доставлять там мечи, тебе нужно быстро добираться до вражеских шестов. Если ты любишь использовать комбинации супер четкие, быстрые, контентовые, то ты берешь ловкача. Все, в принципе, все, что тебе надо, все реализуется в этих дронах. Ну а кризис отправляется благополучно в помоечку, и пока его не апнут, я его точно больше не надену. Так еще и он расходки тратит дофига и больше, какой мне смысл использовать теперь его? Смысла нет никакого от слова совсем. Пишите, что вы думаете по поводу кризиса, обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.